Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Богдан Заруцкий, недельный обзор рынка Фиба Групп. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь! И здравствуйте, уважаемые коллеги! Что интересного на этой неделе? Понятно, что в России немножко она будет поспокойнее, поскольку у нас выходные 23-24, четверг-пятница мы отдыхаем. Но в мире все работает, поэтому Форекс, естественно, будет торговать и работать. Какие виды на эту неделю? Что интересного? Что касается этой недели, я хочу отметить, что во вторник может возрасти торговая активность на единую европейскую валюту, поскольку состоятся публикации предварительных данных по индексу... Публикация предварительных данных по индексу деловой активности PMI в сфере услуг и промышленности европейских стран. Ну и, конечно же, будет уже сводный показатель по еврозоне. Эти данные предварительные, они выйдут как раз от февральских данных, поэтому можно ожидать роста торговой активности на единую европейскую валюту. Также хочу отметить и то, что в среду на американской сессии в центре внимания будет еще и публикация отчета ФОМК. Документ очень важный, новость имеет большую степень важности, поэтому, конечно же, можно ожидать роста торговой активности долларом США. Конечно же, участники рынка будут ожидать каких-то определенных намеков на дальнейший рост основной процентной ставки ФРС. Также хочу отметить и то, что в конце торговой недели, в пятницу на американской сессии в центре внимания может стать инфляционные показатели Канады. В частности, выйдет индекс потребительских цен за январь. Показатель также имеет большую степень важности, поэтому под конец торговой недели можно ожидать рост торговой активности канадским долларом в паре с другими основными валютами. Если же данные будут положительные, то, конечно же, можно ожидать укрепления канадского доллара. В целом, я хочу отметить, что эта неделя может пройти в более спокойном ключе, но, на мой взгляд, центр торговой активности может быть как раз во вторник на европейской сессии и в следу, когда будет публикация отчета ФОМК. Поэтому, на мой взгляд, неделя будет как раз вот именно вот такой. Понятно. Поняли вас. Спасибо большое, Богдан. Я вижу вопрос от Жени. Богдан, как работает Фиба-групп в празднике? Ну, Фиба-групп же она по Форексу, поэтому четверг-пятница, я так понимаю, никаких изменений нет, правильно, Богдан? Думаю, что либо никаких изменений. Да, да, да. То есть, конечно же, рынок круглосуточный, то есть, да. Сегодня, скажи, я, собственно, почему имел в виду, что понятно, что для российского рынка, ну, меньше внимания будет к рынку Форекс. Все-таки это два государственных праздника, людей у нас будет поменьше. Мы чисто с нашей местной, так сказать, специфики осмотрю. Ну, а, кстати говоря, сегодня выходной США в Канаде, поэтому и сегодня поспокойнее день уже по другой причине, это понятно. Я, кстати, хочу коллеге спросить, а я не пойму, пишите, что биржа в пятницу работает. Как это может быть, в пятницу работает биржа, если у нас 24-го это праздник, перенесенный с 1 января? Серьезно работает? 1 января работает биржа, что ли? Это очень странно. То, что госпраздник, это однозначно. Банки закрыты, все закрыто. Вот. А биржу надо уточнить, уточнить. Ну, давайте вернемся к Форексу. Богдан, вот, кстати, коллеги пишут, по рубль-доллару что-то видите? Что думаете по долгу? По рубль-доллару... Сейчас... А, кстати, на рубль-доллару, сейчас, на секундочку... Вот, кстати... Ага. Нет, вы вообще смотрите сами доллар-рубль, Богдан? Если вы его не торгуете, то как бы что вам смотреть-то? Мы сейчас готов посмотреть. Технически вижу картину, что график цены сейчас держится в таком себе нисходящем тренде. Это говорит о том, что рубль держит курс на свое укрепление. И если же действительно график цены дальше будет держаться в таких вот нисходящих руслах, то можно ожидать дальнейшее укрепление рубля с целью на 57.60 и дальше до минимума февраля в районе где-то 56.88. Поэтому с технической точки зрения я такую картину допускаю. Ясненько. Спасибо большое. Богдан, можем посмотреть графики основных валютных пар с прогнозом? Да, конечно же. Сейчас я готов подключиться и раз посмотрим. Так. Давайте. Ну что, коллеги, еще раз давайте определимся, что на этой неделе Форекс работает без всяких изменений, поскольку мы речь ведем о государственном празднике в Российской Федерации. Те, кто торгует Форекс, никаких изменений в планах нет. Пожалуйста, Богдан, вам слово. Да. Что касается евро-доллара на 4-часовом периоде, то видно, что график цены как раз сейчас отталкивается от района 1.06.15. Видно, что которые такие важны для данной валютной пары. Если же действительно участники рынка будут ожидать положительных данных по делу активности PMI в сервисе и в промышленности европейских стран, то можно допустить, что евро-доллар может оттолкнуться от данного такого себе технического барьера и дальше пойти вверх. Поэтому, если посмотреть эту ситуацию с точки зрения волнеля, то, как мы видим, нисходящая фаза закончилась, началась новая нисходящая фаза, график цены сформировал импульс на единицу, коррекционную двойку, график цены оттолкнулся от поддержки в районе 1.05.18, закрепился в более высоких торговых рамках, закрепился выше 1.06.15 и видно, что пока что участники рынка пока что придерживаются выжидательной позиции. Понятно, что сегодня день довольно-таки слабый, но не исключено, что трейдеры будут ждать завтрашнего дня и как раз в европейской сессии именно данной PMI. Интересно посмотреть на золото. Золото держится немного ниже 1243 долларов за унцию, но все-таки выше уровня поддержки в районе 1232 долларов за унцию. И если же действительно данный банковский металл и дальше будет держаться в положительном ключе, то допускаю, что золото еще сможет на этой неделе достичь района 1243 долларов за унцию. Если же этот уровень будет уверенно пройденный, в таком случае будет сигнал покупать с целью на 1263 долларов за унцию. То есть может быть закрепление в более высоких торговых рамках. Но если посмотреть эту ситуацию с точки зрения спекулятивной торговли, то допускаю, что золото еще сможет дойти до 1243 долларов за унцию. Все-таки данный банковский металл держится в положительном ключе из-за подхода до ближайшего уровня сопротивления. До вот этих вот максимумов еще есть. Интересно посмотреть еще на нефть. Нефть все-таки пытается выйти из довольно-таки затяжного боковика. Сдерживает график цены район 54-34. Уровень довольно-таки важный. И если же график цены уверенно преодолеет район 54-34, то в таком случае можно ожидать закрепления графика цены в более высоких торговых рамках. А именно с целью на 55-22. Но, конечно же, это произойдет тогда, когда будет пробой 54-34. Поэтому, если же график цены уверенно преодолеет татуру, в таком случае я даже сам буду ориентироваться на покупки данного как раз черного золота. Интересно посмотреть еще на канадский доллар в паре с долларом США. Видно, что график цены держится выше, чем 1,3078. Уровень довольно-таки важный. Также график цены находится еще в более широких торговых рамках. Но обратно же, если же нефть будет держаться в положительном ключе, то есть покажет свой рост, то не исключено, что канадский доллар еще может показать свое укрепление. Поэтому рекомендую быть осторожным. Также на этой неделе, как я уже говорил, в пятницу будут инфляционные показатели. Поэтому это тоже будет определенным новостным драйвером к торговой активности. Поэтому такая ситуация. По-прежнему вижу, что канадский доллар находится еще в торговых рамках 1,3172 и 1,2999. Но обратно же, если же нефть дальше продолжит свой рост и преодолеет ключевое уровень сопротивления, то допускаю, что канадский доллар в паре с долларом США еще может дойти до района 1,3172 и может даже его и преодолеть. Поэтому такая ситуация. Хорошо. Поняли вас, Богдан. Спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Спасибо большое вам за ваш обзор. Богдан, как вообще сами на этой неделе планируете торговать? Вот все-таки основная идея, какая будет у вас торговая для себя, для вас, уже не в целом, а вот лично вы как будете торговать? Я подожду, что у нас произойдет с евродолларом. Видно, что пока что график цены консолидируется. Но если же завтра на европейской сессии будут положительные данные, и участники рынка будут ждать, как раз эти положительные данные, то я буду ориентироваться на покупки единой европейской доллара. То есть на рост евродоллара будет ориентироваться. Я понял. В общем, я так понял, что на этой неделе вы лично для себя два инструмента выделили. Евродоллар и золото, за которыми вы будете особенно внимательно присутствовать. Да, да. Особенно золото как раз тяготеет на ближайшее уровень сопротивления. Если же действительно будет его пробой, я также буду ориентироваться на покупки. Жду этого момента. Ясненько. Спасибо огромное, Богдан, за ваш обзор. Вам хорошего дня, удачи на рынке. И вам хорошего дня. Всего доброго, до свидания. До свидания.